Урок номер тридцать по клину черного цвета, ну вообще просто по клину, урок номер тридцать по клину. Значит мы остановились на том, что чистить черненькое при помощи уровней это нехорошо, только при помощи уровней нехорошо, потому что у нас много вещей затемняются, поэтому вот это дело просто на просто возьмем и удалим сразу же. Как мы можем сделать чистку черного, чтобы процесс был все-таки не ручной работой, а все-таки хоть как-то автоматизированный? Есть такая штука, как выделение цвета, то есть мы давайте создадим обратно какой-нибудь наш корректирующий слой уровней делаем, уровни окей, тащим белый бегунок в эту сторону, чтобы мы увидели вообще наш результат в конце. Пока что мы это дело выключаем, кликаем наш слой, секундочку, я этот слой удалю, сделаю копию вот этого, дупликат этого слоя, и на нем я буду делать чистку черного при помощи диапазона выделения, кликаем цветовой диапазон. Здесь я выбираю, пытаюсь найти самую черную точку вообще, которая здесь существует. Далее, разброс. Чем больше разброс я возьму, тем хуже, потому что затемнять буду, ну много, слишком затемниться. Давайте возьмем это самое для прикола, да, допустим, 146. Я, по-моему, что что-то подобное показывала, но если я повторяюсь, то извините, я просто уже давно эти видяшки не записывала. В общем, будет такое повторение моего изучения. Значит, мы видим, что у нас выделился этот цвет, очень много выделился, то есть все вот это темненько у нас выделилось. И если я сейчас буду затемнять эту штучку, то у меня затемнится все абсолютно, вот эти все серые оттенки, все затемнятся. Пример сразу же покажу, да, то есть беру инструмент затемнения, беру, допустим, побольше размерчик, вот так вот, сделаем. Ctrl D убираем выделение и смотрим, что произошло. До, после. Я перетемнила вообще до неузнаваемости. Это слишком много. Так что убираем выделение, делаем по-новому выделение, цветовой диапазон, берем разброс поменьше. Если мы возьмем слишком мало, допустим, десяточку, окей, мы видим, что у нас, допустим, где у нас какой-нибудь кусок, какой-нибудь кусок, вот, допустим, волосы, да. Волосы вот эти, они все должны быть черненькие полностью. Давайте вот так вот затемним их, вот так вот, убираем выделение и видим, что затемнилось кое-что, но не все, что нам хочется. Можно так сделать, единственное, что все равно потом руками придется очень много вещей там делать отдельно, да. То есть, слишком много ручной работы нам остается. Десятка получается, цветовой диапазон в десятку слишком маловато. Допустим, для данной манги я нашла цветовой диапазон, который более-менее не подходит. Это вот от 20 до 35, то есть, допустим, тридцатку поставим, окей. Вот ее затемню, если я, Ctrl-D убираем выделение, смотрим, до, после, до, после. Даже, наверное, все-таки здесь, конкретно на данной картинке, тридцатка все-таки немножко многовато, потому что теряется вот эта вот тоже штучка, которую хотелось бы оставить, да. Да, она тоже теряется. Ай, давайте сделаем чуть поменьше. Выделение цветовой диапазон, возьмем не тридцатку, а 25, окей. Проверяем, Ctrl-D. Ну вот уже, уже получше, да, да, уже получше. Вот и в таком варианте будем чистить это дальше. Вот, снова вернемся к нашему цветовому диапазону, выделению цветового диапазона. Возьмем побольше нашу кисточку, чтобы нам было проще ее мотать туда-сюда, вот такую, допустим. Она слишком большая, залагает. И поехали. Так, просто-напросто берем и проходимся по вот этой картиночке. Чтобы видеть результат, можно включить наши уровни и посмотреть, что там на уровнях происходит. На уровнях очень хорошо видно, где вы прошлись, а где вы не прошлись. Вот так вот. Выбирая наше выделение, выключая наши уровни, смотрим результат. В результате сразу вижу, что вот этот кусок у меня слишком сильно затемнился. Вот этот вот. Здесь смотрим, как у нас здесь затемнилось. Ой, не то. До, после. В принципе, очень хорошо. Очень мало деталей у нас потерялось. То есть, какие-то полоски. Вот тут, допустим, какая-то полосочка. Вот отсюда, вот смотрите. Опа, видите, там какие-то такие маленькие, такие легкие полоски. Они как бы ушли. В принципе, в принципе, у нас, так как манга, она у нас не супер-пуперца. Сама манга не супер-противокачество. И если вот такие совсем незначительные детальки уходят, то, в принципе, это не страшно. Это вот нормально. Вот этот клин, который сверху был, вот этих вот всех полосок. В принципе, вот это вот нормально. То, что по-моему, деталек ушло, это как бы сойдет. Само, ну, как бы, можно еще допустимо столько деталек, чтобы они пропали. Но при этом то, что у нас внизу вот тут вот получилось, у нас вот это вот уже недопустимо. Это уже слишком сильно пережглось. Это нужно возвращать обратно. Что я буду делать в таком случае? Я вернусь на пару шагов назад. Вот досюда, да. То есть, я как бы вверх уже затемнила, а низ еще нет. Включаю снова этот инструмент затемнения. И прохожусь чисто по вот этим вот верхним кадрам. Вот этим вот. Нижний кадр не трогаю вообще никаким образом. Убираю выделение, выключаю уровни. И вот этот вот нижний кадр, я либо его оставляю в таком виде, либо затемняю от руки. И берем этот самый размер инструмента поменьше. Берем его размытый. Дальше экспонирование тоже берем поменьше. Скажем пятерочку, 5%. И давайте все-таки побольше чуть-чуть размечу их сделаем. Потому что тут в углу вот так вот, да. И вот так вот, вот так вот, тру-тру, пока оно не затемнится до нужного мне результата. Вот так вот. Вот. Тик-тык. Аккуратненько. Чтоб плавненький переход был между темными и серыми оттенками. Вот. Стал более черный. Дальше что смотрю? Дальше вижу, что тут у нас есть звук, у которого есть черная обводка. Вот здесь нужно, чтобы эта кисточка была не такая размыта. Здесь можно взять четкую кисточку. Размерчик, скажем, 6 пикселей сойдет. Экспонирование возвращаю на стопроцентное. И аккуратненько, вот таким образом, прохожусь по краям вот этого звука. Стараемся сильно далеко не заходить за края, потому что здесь очень критичные такие моменты, да. То, что чуть заеду сюда, и у меня затемнится слишком много. Так. Вот чисто этот звук затемняем. Раз. Ну, дальше тут вот два полоска будет. Так. Чуть-чуть подождите. Сейчас хотя бы для примера просто покажу. Вот это два. И так далее. Вот это вот тоже пройдусь, вот это пройдусь, и так далее. Что тут еще можно затемнить? Можно, в принципе, вот эти вот темные тени такие самые затемнить. Но для данной картинки, я думаю, что и так тоже хорошо выглядит. То есть, сильно вот это затемнять я не буду. Вот здесь затемню еще. Опять-таки, возвращаемся к нашему размытой кисточке. Экспонирование сделаем, опять-таки, поменьше пятерочку. Вот это вот место чуть-чуть потемнее сделаю. Вот это вот. Ну, и в принципе, вот и все, да. В данной картинке еще осталось только вот краюшек этого звука я затемню. И на этом хватит. С этой картинки нам хватит. Сильно стараться перетемнять прям каждую деталь, каждую полоску, он не нужно. Мы делаем работу, опять-таки, бесплатно. Нам за это никто денег не дает, кроме каких-то там изрыдков, какие-то донаты, да. Так что себя, пожалуйста, не мучайте особо так, да. Делайте то, что вам как бы, что вам лично хочется сделать, да. То есть, допустим, я затемняю таким планом, вот, ну, опять-таки, как я сказала, что какие-то углы темные. Потом вот, чтобы звук, буквы, чтобы четкие были, да. Глаза. На глаза обращаю внимание. И на волосы персонажа. Потому что в манге это волосы и глаза, это, как бы, самые-таки важные элементы, ну, важные элементы, которые, как бы, хочется, чтобы они были четенькие и красивенькие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!